Красноярцы встали на скользкий путь. С наступлением холодов дороги покрылись ледяной коркой. Причем многие тротуары, дворы и остановки дорожные службы не подсыпают. В травпунктах уже выстраиваются очереди. С подробностями Мария Терехина. Проснулась нога синяя. Сейчас не знаю, что врач скажет. Наверное, перелом, скорее всего. Для Ксении обыкновенная прогулка с дочерью закончилась переломом. Говорит, поскользнулась. Таких, как Сеня, с вывихами и переломами в бесплатных травпунктах сейчас целые очереди. В день бывает, говорят специалисты, человек по 60. В частных клиниках посвободнее. Максимум человек 10. В основном пациенты обращаются, падают во дворах, спускаются где-то с лестниц, возле подъездов. Как правило, это подворачивают стопы. Это повреждения либо связок голеностопного сустава, либо переломы. То есть очень много переломов со смещением. Старенькие бабушки, дедушки, конечно, часто приходят. Коток не только во дворах, но и на остановках, говорят красноярцы. Люди буквально крадутся по улице, чтобы не упасть. Вот сейчас идешь, вот здесь вот, везде это самое скользко, подсыпали бы. Ну, вот сами можете посмотреть, что скользко. И бывало, что когда, ну вот поднимаются на крыльцо автобуса, подскальзывались и падали прямо на ступеньки. А давно видели? Я видел это буквально недавно. Вот даже сейчас можете наблюдать, как вот это все скользит. А это показательно ударно борются с налезью коммунальщики на Волгоградской. Уверяют, каждый день они обходят, осматривают дворы. Если нужно, очищают территорию от снега и наледи. Посыпка есть двух видов – песок и соль. Варианты, говорят, выбирают сами жильцы. Поступают обращения, либо песок, получается, заносится в подъезд, либо портится солью обувь. Ну, то есть там остаются белые следы. То есть по согласованию с жителями определяем необходимый метод, значит, посыпки. Данные работы входят в услугу по содержанию, дополнительные денежные средства жителей не взымаются. Если хотите, чтобы и возле вашего дома было безопасно, обращайтесь в свою управляющую компанию, либо звоните по телефону 205. А уже ближе к концу этой недели ледяной коркой покроется и проезжая часть. Синоптики обещают снег и минусовые температуры, и днем, и ночью. А сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам резко не тормозить и соблюдать дистанцию на дороге. Мария Терехина, Илья Сенькевич и Евгений Шестаков. Седьмой канал.